Дефицита лекарств не возникнет. Такое заявление сегодня сделали в Краевом Минздраве. Я напомню, сразу несколько российских предприятий приостановили выпуск ряда лекарств. Речь идет о 40 препаратах. В список вошли и такие популярные и дешевые средства, как нистатин, ибупрофен, преднизолон, фуросимид, дротоверин, левомицетин и анапрелин. Для производства этих препаратов используют в основном импортные субстанции, а их себестоимость напрямую зависит от курса рубля. Предприятиям стало просто невыгодно их выпускать. Отмечу, что зарубежные аналоги отечественных средств стоят в несколько раз дороже. Однако в Краевом Министерстве Здравоохранения пояснили, дефицита не возникнет, и срочно закупать лекарства в больших количествах нет необходимости. Эти препараты выпускают еще как минимум пять российских компаний. Отказ одного производителя вот на таком колоссальном рынке, ну, по сути дела, это просто отказ одного производителя от производства ряда позиций. Сегодня в Государственном реестре лекарственных средств по большинству позиций, более 90%, зарегистрировано не менее пяти производителей. А вот по тем наименованиям, которые были указаны и прозвучали в прессе, мы просмотрели там от пяти до десяти, одиннадцати производителей.